Всем привет! Сегодня у нас будет история моей подписчицы. Я сразу к ней давайте приступим. Она очень интересная, запутанная, скажем так, и мы ее немножко разберем. Девочка, потому что очень долго у меня ждет ответа. Здравствуйте, Галя! Очень люблю ваш канал, ваши советы бесценные. Я тоже хотела бы услышать ваше мнение. Я не отошла от всего, потому что это просто совсем произошло недавно. Буду благодарна, если опубликуете мою историю. Быть может, она поможет кому-то еще. Это такая история с уроком. Это завершенная уже история. То есть девочка просто хочет какой-то поддержки и понять вообще, что происходило. Но для вас это, чтобы был опыт. Все началось год назад. Я приехала первый раз в Стамбул работать вместе с подругой в клуб. Я влюбилась в Стамбул и сделала и комет. Вскоре на работе я познакомилась с Онуром. Он веселый, молодой, красивый парень, 30 лет. Работает менеджером в ресторане. Я не общалась с турками ранее. Он меня заинтересовал. Мы общались, обменялись инстаграмами. Когда я смотрела его фотографию, поняла, он живет ночной жизнью, и меня это смутило. Он работал раньше в Бодруме, в Мармарисе, в клубах в Сезон, где много туристов. Но это было в прошлом. И так, спустя какое-то время мы снова встретились на работе. Он сказал, что завтра напишут мне. Так и произошло. Вскоре я пошла на свидание с ним. Мы пили кофе, говорили. Я не очень хорошо знала турецкий, но понимала его. У него есть опыт общения с туристами. Он знал, как говорить со мной. Пообщавшись, он оставил впечатление хорошего человека. И я поняла, что все эти видео и фото в инстаграме не характеризуют его, как гулящего человека. Наше общение длилось два месяца, после чего он предложил вместе попросить оставить мою ночную работу. Я согласилась. Он познакомил меня со своей семьей. Все современные хорошие люди говорили, что ждут нашу свадьбу, что я им понравилась. И вскоре мы начали жить в квартире у его бабушки. Бабушка там не жила, квартира была свободная. Но это долго должно быть временным, так как в этом же доме, только на первом этаже, была его собственная квартира, в которой шел большой ремонт. Он говорил так, закончится ремонт, мы переедем туда. Вначале было немного сложно жить вместе, разный менталитет, барьер языковой. Иногда нам это все мешало. Но я влюбилась в него и думала о все трудности временные. Было бы много хорошего. Море, отпуск, каждую неделю мы вместе ездили в ресторан, гуляли по Стамбулу, шутили, любили друг друга, как мне показалось. Я каждый день учила язык, чтобы в будущем работать, но у меня часто была тревога, какое-то предчувствие. Но он всегда убеждал меня, что я должна доверять ему, иначе отношения невозможны, что только я ему нужна. И я старалась это делать. Он часто приходил поздно с работы, был холоден ко мне, объясняя тем, что устал и много работал. Иногда он был веселый, иногда безразличный. Я думала, ну такой он человек, значит. Но все равно продолжала любить, несмотря на непонимание между нами. Когда я пыталась поговорить о том, что меня беспокоит, то он говорил, что я хочу проблем, что я всегда их ищу и не могу, и жить без них. Нормальный разговор получался очень редко, потому что он всегда был раздражен этим и говорил, что хочет легких отношений. Ну, в легких смысле, легкого общения, чтобы, короче, не делая мне мозги и не напрягая меня. В порыве гнева он смог схватить меня за горло, а заводился он очень быстро, и сам понимал, что нервы его не к черту. Но все самое страшное произошло два месяца назад. Мы после четырех месяцев совместной жизни, мы сидели в ресторане, ему пришло сообщение, я увидела фотографию девушки с двумя детьми. На вопрос, кто это? Он ответил, это его официант на работе. Я была в шоке и не могла понять, почему его персонал высылает такие фотки ему в два часа ночи. Естественно, получилась ссора. Она единственная девушка, которая работала в его ресторане с недавнего времени. В его телефоне было много сообщений даже во время рабочего дня. В общем, он был в гневе, я в слезах, и был очень большой скандал. На утро я уехала от него в отель. Но уже ночь он прислал мне печальное сообщение, какая я несправедливая к нему, как он любит меня, а она просто друг. К слову, по его словам, у него много друзей девушек, и это просто друзья. Я вернулась к нему. Не судите, пожалуйста, возможно, я очень наивный человек, свои-то 24 года. Я хотела дать нам шанс, я любила его. Сейчас я понимаю, что я саму себя принесла в жертву. Все было идеально, не считая того, что на улицу он выходил со мной как бы для галочки. Я списывала это на его усталость на работе, но с друзьями он ходил часто и был до самого утра с ними. Я ждала его дома. Я не знаю, что на меня нашло, но однажды я прочитала его переписку, и как оказалось, с его бывшей девушкой. Она ему писала, что хочет выпить, встретиться. Он отказался. Но в итоге эта встреча произошла через какое-то время. Он в тот день пришел пьяный и все мне наврал. А я сказала, что я-то все знаю. И он сознался. А она не просто его друг, а бывшая, с которой он дружит. И они выпили просто кофе. А напился он с другом. Он удалил ее из соцсети. Я опять закрыла глаза, потому что сама в хороших отношениях со своими бывшими. Мы расстались спокойно. Ну, я думала, возможно, они так же. Но не стала лезть в это. Он говорил, что боится говорить все как есть, потому что я его не понимаю. Конечно, вы его не понимаете, потому что он хочет услышать то, что он хочет. Потому что он вам врет. И хочет, чтобы вы его ложь поддерживали. Это я так на будущей девочке, которая сейчас слушает и понимает, что в таких же отношениях находится. Он говорил мне, не нравится, уходи. Потому что я так живу. Я давала ему свободу, но все равно была всегда крайней. Стоит только спросить что-то, он меня беспокоит. Так как он кричал, он устал от моего недоверия, устал объяснять мне что-то. Я опять подавила свое сомнение в себе, закопала в глубине, внутри, улыбаясь. Всегда делала все, что он хотел. И так прошло еще месяц. Но после Нового года все пошло вниз. А моей визе оставалось два месяца. Он собирался пойти в офис. И однажды он пришел и сказал, что его бабушка хочет вернуться в этот дом. Она болеет и хочет умереть в своем доме. Каждый день ему звонит, и у него стресс теперь от всего. Ему нужно разобраться в своей жизни, и нам нужно подумать обоим. Попросил меня вернуться на родину на три месяца, чтобы он закончил ремонт. Потом я вернусь, и он сделает все для моей визы, и мы будем дальше жить. Мы пошли в новую квартиру, смотрели, обсудили, что как будет стоять в ней. Но домой я ехать не хотела, хоть он говорил, что будет высылать мне деньги. Я не могла поверить и принять это. Два дня подряд я ловила его на лжи. Он был постоянно онлайн, но мне всегда отвечал. Но мне не всегда отвечал. Все переписки с друзьями удалял. А я не могла забыть ту девушку, официантку. Он уверял ей, что ей не пишет. Она просто персонал. У нее двое детей. А отец инвалид, и она хорошая. Просто он не думает о ней, хочет ей помогать. Ну, в общем, вы поняли, да? Типа такую бедную несчастную он из нее сделал. Теперь понимаю, почему. Я не могла вернуться домой без денег. Я не верила, что он будет мне помогать. Я договорился о работе в Текердае, и его это возмутило. Он видел свои проблемы, но мои не видел. Он хотел отправить меня на родину любой ценой. В итоге согласился, чтобы я немного поработала и уехала, и я обрадовалась. Мы попрощались. Он сказал не удалять наши фотки из соцсетей. Сказал, что не забудет, будет любить, и скоро мы будем с тобой вместе. Я уехала пару дней, мы еще говорили. Всегда были разные версии, ему нужно время, он подумает, исправит себя и, короче говоря, так далее. Потом он не может простить меня из-за того, что я вернулась в клубную жизнь, но всегда будет любить меня и помнить. Говорил, и ты не переставай любить. Говорил, что будет писать только когда я уеду из Турции. Короче, позже он перестал общаться со мной, сказал, что напишет, когда простит меня, соскучится и поймет, что я люблю его. Я дала ему время, не писала, пока мне не написала та самая официантка. Она нам выслала фотографию, где они в квартире у той самой бабушки, где мы жили, и сказала, что они вместе уже месяц. Она также усомнилась в нем. Они поругались. Она удалила его из Инстаграма и решила написать мне. Он ей сказал, что у меня закончилась виза, мы расстались, и я уехала домой и больше не могу вернуться в Турцию. Я тоже наврал. И за это время уже успел ударить ее. Писала, как любила его, ценила. А я сказала, что больше он мне не нужен. Показала переписку, где он говорил, что ждать его, и его поэма о любви, и предупредила, что он обманщик. Также я выслала ему их фото и нашу с ней переписку. И сгоряча написала ему обидные вещи в ответ. Ничего, молчание по сей день. Я много раз говорила ему, что проще расстаться прямо, но он не смог мне сказать правду. Врал до последнего. Я не понимаю, что он хотел этим добиться. Неужели это я подтолкнула его к ней, к своей ревности? Я ничего не понимаю. Он говорил, что не будет гулять, что просто хочет, чтобы его голова прошла в порядок, но в итоге он сделал все наоборот. На следующий день они вновь добавили друг друга в друзья. А я больше ничего не чувствую. Я не понимаю, что у меня внутри. Как будто все вымерло. Я не понимаю, хорошо это или плохо. Я желала только добра нам, и он говорил, что желает мне боли, что не желает мне боли. А я не понимаю, для чего мне этот опыт. К чему этот был урок? Одну знаю точно, мое предчувствие меня не подвело. Многие, пожалуйста, помогите, пожалуйста, разобраться заранее. Спасибо, с уважением. Да, история закончилась. Пусть будет уроком. Это может быть не только с турком, а вообще в любых отношениях. Проблема не именно в жертвенности этой девочки, а в том, что у тебя в голове есть определенные установки. Ты считаешь, тебе страшно было расстаться. Ты держалась за него очень сильно. У тебя в голове такие были установки, что через боль. Любовь через боль. Вот так у тебя в голове это было. Что надо себя приносить, ну, в кавычках, в жертву. Ему все можно. Но, честно скажу, проблема, конечно, в тебе не в нем. Он подонок. Он нехороший. И ты это видела сразу. Ты говорила, мне это насторожило. Он работал там в клубной жизни с туристами. На уши мог присесть. Но потом я увидела, что какой он хороший. Нет. Он такой и был. Он под тебе какое-то время одел маску, когда вы начали общаться, встречаться, на свидания ходили. К себе расположить. Он получил то, что хотел. Начали выжить. Он просто врун, патологический, курортник, который уже живет в Стамбуре с таким вот опытом. Он так всю жизнь общается с женщинами. Всем врет. На первую очередь он врет себе, потому что он придумывает жизнь, которая не существует в своих каких-то фантазиях. Живет. Он недоволен с собой. У него проблемы с самооценкой. Поэтому он на тебе замещался. Он поднимает на женщину руку. Он бухает, тусит, веселится. Но одно ему должное. Он тебе говорил правду. Я такой, какой я есть. Не нравится. Уходи. Это ты сидела и все притягивала за уши, за все закрывала глаза. Хотя тебя об этом не просили. Тебе прямым текстом говорили. Не нравится. Уходи. И то, что так это дошло до такого апогея, это твоя вина. Если бы ты была в ладах со своей самооценкой, со своей гордостью, ты бы при первом же таких парах случаях, ты бы уже просто третий раз не позволила это сделать человеку. А ты все терпела. Да, он не честно, он не умеет расставаться. Он трус. И поэтому он перескакивает с отношениями на отношениях во лжи. Тебя он пытался выдворить к себе домой. Ну, чтобы ты не лезла, конечно. Чтобы ты не появлялась. Чтобы ты ему в будущем не спутала карту. Он не планировал что-то думать, там еще что-то о ваших отношениях. Ну, такой вот он трус. Он даже нормально, сказать, там, расстаем с ним. Знаешь, почему, к сожалению, он так делал? Как-то гладенько съезжал. Ну, с другой стороны, это и хорошо. Не такая уж большая боль. Если бы сразу оборололовал, то еще хуже тебе. Потому что ты вот такая, ну, извини за слово, приставучая оказалась. Ты ему все прощала. Ты слишком гладко стелилась. Поэтому он уже не знал, как отделаться. Вот честно скажу. Он просто вот так вот пытался, лайтово нашел такую ситуацию, повод. И съехал. Знаешь, спасибо ему за это. Даже так, даже через ложь. Это его аспект, он трус. Поэтому он через ложь все это делал. Напрямую он тоже не мог сказать, потому что ты бы еще как-то прогиналась. Уже же ломать тебя не надо. Ты такая вот пластичная, силиконовая, гнущаяся, каучуковая, что ты вот так вот прогибалась. Он всяко пытался своим поведением показать, что плохо, баста, все, уходи. Нет, ты ни в какую. Поэтому он так поступил. Но это его никак не красит. Он просто подонок по жизни. Это нехороший мужчина, нехороший человек. Далее, по поводу тебя. Что тебе делать? Тебе, ну, знать себе цену. Самую самооценку. Надо копаться в твоей самооценке. Понять вообще, почему ты себя не любишь. Почему ты готова так держаться вот в себе. Проанализируй. Кто тебя этому учил. Откуда у тебя в голове такие установки, что надо держаться за мужика, давать ему там шанс. Дело не в возрасте. Мне вот 24 года. Я уже себя в обиду не давала. Я прекращала отношения, которые мне не нравятся. Дело не в опытности. Дело в закладке вот в этой твоей. Что ты допускаешь, что тебе можно страдать, что себя можно прогнуть. Откуда в тебе это? Кто тебя этому научил? Подумай об этом. Какие тебе установки мама, может быть, как девочка должна себя вести, вкладывала в голову? Либо там бабушка, что-то вот в семье такое. Очень часто девочек так воспитывают, очень правильными. Либо примеры такие, когда в семье есть кто-то там живут плохо, но всю жизнь страдают, с алкоголиками, еще с кем-то, с гулящими, скорее всего там мужьями, и все прочее. Это оттуда ноги растут. Как это менять? Да, менять. Когда ты видишь, что отслеживая просто себя, когда ты не только даже в отношениях с мужчиной, там вы с ним живете вместе или встречаетесь, вообще люди вокруг, в социуме с тобой, на работе кто-то, рядом с тобой человек, который тебе не нравится, он тебе доставляет дискомфорт своим общением, тебя каким-то образом задело, обидело, сказал что-то нехорошее, к тебе нехорошо относится, каким-то словом повлиял на твою самооценку, там сделал плохой комплимент, типа знаете, когда даже девочки так иногда делают, конфликты бывают на работе, типа красивое платьюшко, что на размер побольше не было, то он у тебя так впритык сидит. То есть как бы по-доброму, но тоже с подковырочкой, это опустить твою самооценку, тебя занизить каким-то. Вот такая ситуация даже произошла, с мужчиной вообще отслеживая по жизни, с этим человеком больше не общайся, либо ты ему даешь отпор, его как-то ставишь на место, показываешь, что с тобой так разговаривать нельзя. Если ты слабохарактерный человек, этого сделать не можешь, или там позже сообразил, уже ситуация потеряна, и там мстить ему, скажем так, никак не намеренному человеку, то ты просто делаешь выводы, в коробочку складываешь, и с человеком больше не общаешься. То есть либо это какой-то нейтралитет по работе, да-да, нет-нет, и все, никакого общения такого. Короче, из жизни вычеркиваю людей, которые тебе что-то плохое делают, вот и все. И так ты потихоньку начнешь, научишься отделять вообще хорошее добро от зла, и ты начнешь чувствовать повышение своей самооценки, ты будешь понимать, что с кем нужно общаться, с кем нет. И это придет также в отношениях с мужчинами, когда ты будешь чувствовать, что у тебя какой-то дискомфорт, тебе пытаются, то есть не то, что ты хочешь, чуть-чуть, чуть не то, соскакивай с отношений, уходи из этого, ты найдешь другого, у тебя очень такой активный, хороший возраст на это сейчас, тебе нечего терять, не надо хвататься за мужиков, живи свое удовольствие, тебе опыт этот дан, вот ты спрашиваешь, зачем мне этот опыт, он такая боли и все прочее, тебе опыт на это дан, в таком возрасте, не в 35 лет, например, после, например, свадьбы, детей нарожать, и узнать, что муж у тебя такой, такие тоже есть случаи, тебе вот этот опыт дан для того, чтобы ты себе мужа хорошего, правильного выбрала, если у тебя будут другие долгие отношения, чтобы ты не давала себя прогибать, не подстраивалась прям вот так вот гладенько, каучуково прям по максимуму под мужика, чтобы у тебя характер внутри стержень появился, вот для чего тебе это дано, понимаешь, ты переехала уже в другую страну жить, вдалеке от своих родителей, это уже из тебя стержень, есть характер в отношениях, но когда у тебя любовь, чувство, ты как маслица таешь, короче, все позволяешь, и просто течешь из рук, поэтому прими к сведению, что тебе так поступать нельзя, это вот опыт для того, чтобы ты сделала уроки на будущее, ты молодец, ты сильный человек, ты уже очень много в жизни, да, ты самостоятельно работаешь, все прочее, сама себя содержишь, живешь от родителей отдельно, это все правильно, но с мужиками надо быть пожестче, знать себе цену, и не таять вот таким образом, пойми, откуда это в тебе идет, старайся это искоренить, просто каждый раз, когда это будет начинаться, обрубай, убеги от таких мужиков, потом ты просто научишься на автомате не позволять людям вносить какой-то, ну делать какой-то минус по отношению тебя, там минус в твою жизнь вносить, негатив, там занижение самооценки, оскорбления и все прочее, вот, надеюсь, это был отдельный такой совет тебе, я думаю, что очень многие у кого-то такая проблема, кто не может говорить нет, отказывать, прогибается, мягкий человек, для вас это видео будет полезным, спасибо за ваше внимание, жду ваших историй на эту тему, спасибо большое, всем пока.